Инвесторам больше не надо бивать пороги государственных структур в поисках информации и консультации. Теперь достаточно прийти в Центры обслуживания населения. Здесь бизнесменов и проконсультируют, и весь перечень государственных услуг предоставят. Специально для них запустили отдельное окно обслуживания. На руках инвесторам сейчас и девальвационные процессы, которые негативно отразились на экономике страны. В частности, по специальным экономическим зонам часть проектов будет подвергаться удорожанию. Инвесторы это понимают. Но есть и положительные моменты, что для них теперь те, кто инвесторы, которые в иностранной валюте рассчитывали свои проекты, строили финансовые модели, теперь для них себестоимость проекта в Казахстане, наоборот, понизится. И это придаст дополнительный импульс для инвестирования здесь и в Казахстане. Подводя итоги прошлого года, Алмаз Айдаров сообщил, что на развитие 10 специальных экономических зон в Казахстане было направлено порядка 250 миллиардов тенге бюджетных средств. При этом сумма инвестиций превышает средства, затраченные государством на развитие СЭС. Стоимость проектов, уже реализованных, я не беру в учет те, которые еще реализуются, уже сейчас 2,3 триллиона тенге стоимость проектов, которые на них реализуются. Свыше 9200 рабочих мест постоянных на СЭС уже созданное, не говоря о периоде строительства. И в виде налогов эти средства тоже уже возвращаются. В частности, вот вы по Астане слышали, то объем возврата налоговых намного превышает объем вложенных инвестиций. И это несмотря на то, что по всем основным налогам участники специальной экономической зоны освобождены. Но тем не менее, они платят социальные взносы, частично налоги на НДС и таможенные сборы. Поэтому и в текущем году проекты СЭС будут активно финансироваться. Так, в 2016 году на территории всех 10 СЭС планируется реализовать 53 проекта на общую сумму свыше 500 миллиардов тенге. Лязат Сагндыкова, Баужан Кашаканов, телеканал Алматы.